Усть-Абаканский район пока не в списках территорий, где действует противопожарный режим, поэтому оттачивать алгоритм действий при разведении костра мы отправились именно сюда. Местность выбрали максимально удаленную от построек и леса. Это как раз и есть первое правило работы с открытым пламенем. До ближайших хвойных деревьев должно быть около 100 метров, до лиственных – 30, а вот до зданий – не менее 50. Соблюдать такие требования на дачном участке не всегда возможно, поэтому специалисты советуют огородникам для сжигания сухой травы и мусора использовать специальные металлические емкости. Условия в таком случае более щадящие. Радиус территории уменьшается в два раза. И, соответственно, в два раза расстояние до жилых зданий, сооружений. Если же площади позволяют, то баки заменит яма. Диаметр ямы должен быть не более одного метра. А глубина – 30 сантиметров. Следующий этап – это обработка площади вокруг ямы. Вот здесь, в радиусе 10 метров. То есть не должно быть никакой сухой растительности, ни сухого лёжника, ни других горючих материалов. И, кроме того, должна быть оборудована противопожарная минерализованная полоса. Иными словами, опашка шириной не менее 40 сантиметров. Схематично территория вокруг открытого пламени будет выглядеть вот так. И это единственный способ минимизировать возможность стихийного распространения огня. Конечно, не стоит забывать и о первичных средствах пожаротушения. По-другой всегда должна быть вода, поблизости – телефон. После использования открытого огня, то есть место использования обязательно нужно засыпать либо песком, либо землёй, или залить водой. Любителям шашлыков на дачах инспекторы напоминают правила пользования мангалами. Место установки мангала должно быть очищено в радиусе 2 метров от сухой растительности, горючих материалов. Расстояние до домика и заборов не должно быть меньше 5 метров. Но, конечно, не следует забывать, что если ветер усилился до 10 метров в секунду, и уж тем более, если в районе действует особый противопожарный режим, разводить костры в это время запрещено. Добавим, что с начала года пожарные расчёты выезжали на тушение степных пожаров и палав травы уже 78 раз. Возбуждено полсотни административных дел. Штрафы за несоблюдение правил безопасности для граждан сегодня составляют до полутора тысяч рублей. Для должностных лиц до 15, для юридических – до 200 тысяч. А в особый противопожарный режим эти санкции удваиваются. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.